Здравствуйте! С вами Тамарна Мальцева. Сегодня я хотела бы рассказать вам о цветочке Замиакулькес, или его еще называют Долларовое дерево. Вот, вы знаете, вот я год назад вот такой листик нашла, и он был подгнивший. Я его обрезала, посадила. Вот он у меня сидел целый год и начал давать листики. Листики. Вот один выпустил листочек, вот второй листочек. Вот у меня, видите, какой лист. Листики стали опадать, и вот осталось только два наверху. Ну, мне он уже не нравится, вот такой страшный. Я его хочу обрезать. Так вот, прямо возьму сейчас вот его и обрежу, посмотрим, что будет из него, из этого листа. Может засохнет, может... Вот, видите, я его взяла и обрезала. А эти листики я попробую посадить. И вот он у меня теперь такой аккуратненький и косивенький. Еще вот у меня есть, вот посмотрите, черный Замиакулькес. Я его посадила. Вот он листик. Вот листик. Это вырос уже молоденький листочек. Вот он тоже сидел год примерно. Ну, я его не засекала, уж сколько они тут сидели у меня. Вот он у меня сидел. Вот дал. Его даже видно. Вот, смотрите, клубень у него. И вот пошел молоденький листочек. Ну, у молоденького пока еще только как-то два листика. Не знаю, почему. Ну, вот он стал давать мне листики. Вот я еще от того листика оторвала листочки и посадила. Вот, видите, я сейчас хотела бы... Вот они лезут, деточки. Ну, хочу я пересадить его и показать вам, как и что там внутри. Вот. Это черный принц. Ну, вот еще у меня такой же есть. Я садила вот от этого листа, который отрезала. Он... Листик засух, я его уже обрезала. И вот лист уже вырос. Один тоже тут хороший клубеник сидит. Ну, я его не буду пересаживать. Я его пересадила недавно. Вот видите, какой... То есть он уже растет. Так. Земелька у него должна быть песок, садовая земля, лесная. Ну, можно добавить сюда еще древесный уголь. Ну, у меня вот древесного нет. Я на дно положила перли. Вот сейчас будем их пересаживать. Вот здесь земельки. Сейчас мы его вытаскиваем. Посмотрим, что здесь. Как он... Хорошо, как сидят они. Вот видите, какие они тут корни, корешочки. Ну вот, все доставы. То уберем. Вот, посмотрите, какой вот большой листок сидит. А здесь еще нету, не пробивается листья, просто корешки. А вот этот листик, посмотрите, он дал клубеник у него есть и маленький корешочек. Корешочек и листик. Этот тоже листик. Вот, посмотрите, уже проклюнулся. Вот он прям проклюнулся. Корешки тоже его надо отдельно отсадить. Сейчас мы оценим все отдельно. Вот какой корешочки маленькие, но зато клубеник и уже вот тоже лезет здесь у него листик. Сейчас мы будем садить. Глубоко их не нужно садить. Вот мы вот так вот посадим его, чтобы его польем. Вот у меня есть, я сразу поливаю. Рукой тоже возьмем. Тоже вот здесь вот уже, видите, проклювывается, поэтому я глубоко их не буду не садить. Ну, как они вот тут сидели, просто их надо рассадить, чтобы они, что же они все в одной чеплыге сидят. В одном стакане. Я листики потыкала, думаю. Ну, вылезут, не вылезут, но очень долго ждала их. Почти год. Но все-таки они меня порадовали. Ну, вот теперь у них, у каждого большой горшок мы не будем садить. Пусть они здесь маленько порастут, а потом мы их пересадим уже в горшочек. Ну, вот, смотрите, такие малыши. Мы посадили. Вот, теперь будем ждать, когда. Ну, вот, черные мне прям нравятся. Их поливают. Поливать нужно по мере подсыхания земляного кома. Вот, подкармливают два раза в неделю. Ну, один раз в две недели, ошиблась. Он неприхотливый цветочек. Этот. В темноте хорошо, прекрасно себя чувствует. Можно его поставить и на солнце. То есть, он как-то... Вот, видите, теперь у меня будет вот так. Ну, подкармливают его для суккулентов или для кактусов. Как подрастут, я вам потом покажу, что из этого получилось. Ну, а пока, до свидания. До новых встреч.